Интересен вот какой вопрос. Мы знаем, как Луна двигается вокруг Земли. Мы знаем, как Земля двигается вокруг Солнца. Следовательно, мы знаем, как Луна двигается вокруг Солнца. Правда? То есть это вот наподобие того, как точка на колесе, вот колесо катается по вот этому ободку, пунктированному, и точка на колесе, хотя и с некоторым запаздыванием, да, вот она тоже какие-то вот такие вот движения совершает. Орбита нашей Земли. Вот орбита Луны. Вот Земля. Вот она. Вот тут вот как-то двигается Луна. Земля. Это Луна. Нет, точка на колесе. И вот Луна как-то вот так вот двигается, да, двигается, двигается, вот она вот раз, два, правильно? Нет. Нет. Как нет? Ну, нет таких песен. А? Песен нет. Нет петель? Да. Нет. Почему? Ну, потому что Солнце-то тоже притягивает Луну, сильнее, чем Земля. Поэтому траектория Луны так подойдет, все время. Допустим, у нас не Земля и Луна с их параметром. Один градус в сутки и полный оборот Луны за 28 суток. А, допустим, у нас некая планета, вокруг которой спутник вертится очень быстро. Ну, или просто вокруг Земли какой-нибудь спутник искусства. Он летает очень быстро. Вот так вот, прям очень быстро. Что же тогда будет происходить, если... Значит, наша Земля, вот эта Земля. И вот спутник. Он вот так вот крутится, да. И, скажем, он, там, не знаю, за час делает полный оборот. Ну, очень быстро, очень быстро, там, с моторочек такой вообще. Реактивный карлос. Летает очень быстро. И вот, если Земля чуть-чуть сбегается, да, вот она чуть-чуть сдвинулась. А вот этот вот, этот наш спутник, он уже сделан на 10 оборотов. Ну, и что же будет? Траектория будет, если он вращается вокруг Земли намного быстрее, чем двигается сама Земля, то траектория будет вот такая вот. Видите? Видите? Понятно? Это есть, в руку, очень быстро вращается. И на самом деле, у некоторых планет, наших, там, Юпитер, там, Сатурн, у них есть такие спутники, которые, ну, как-то вот так себя ведут. То есть, траектория вокруг Солнца, у них такая с самопересечением. То есть, вот эти вот петельки есть. Бывает такое, что вот это какое-то пограничное состояние, и эта вот траектория, она будет как бы вот. Трун, 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 трун. Вот такая вот будет. Бывает еще более, если еще медленнее спутник вращается вокруг планеты, то будет какая-то вот такая вот. Вот. Но в случае Луны происходят вообще удивительные вещи. Вот тут, видите, если мы посмотрим на эту линию, ну, вроде бы, как она такая, ну, не выпуглая, вот тут, в эту сторону, здесь, сюда, туда, сюда, туда, сюда, такая вот хитрая кривая. Оказывается, в случае Луны траектория будет не просто вот такая очень ладенькая, а вот этот участок, который вроде как вогнул вот сюда вот, он так и загнется, что просто траектория получится выпухлая. Понимаете? То есть, что происходит? Вот представьте себе, колесо двигается не по наружности, а просто по плоскости, да? И, ну, скажем, двигается по плоскости. Если изучить, как двигается центр, ну, центр понятно, как двигается, он двигается просто по прямому, да? Вот, если мы посмотрим на то, как двигается точка, вот, вот, скажем, по серединке, да, ну, выяснится, что она вот, как-то вот так двигается. Можно, правда, все это посчитать. Сейчас пока, когда я просто поверю. Но, будут обязательно вот такие участки, где эта точка будет под линией, которая является траекторией центра, а будут такие участки, где она будет выше этой линии, траектории центра, да? Так вот, если мы теперь возьмем вот эту нашу прямую, по которой двигалось колесо, если мы ее вот так вот изогнем, что произойдет вот с этой вот траекторией? Она тоже будет как-то изгибаться. И вот представьте себе, мы взяли такую проблую жесткую, да? Вы так аккуратно ее изогнули, да? Вот эти вот места, они разогнутся, которые были вот такие вот, они вот так сделаются. Вот. И удивительно, что в случае нашей Луны, вот именно такое происходит. То есть вот эти участки, они настолько изгибаются, что траектория получится выгублая. И это можно довольно просто сосчитать, если знать всего лишь две вещи. Первая вещь – это синус космоса, а вторая вещь – это как найти угол наклона касательный вот в этой точке графика. Для этого, ну, проще всего, конечно, делать при помощи производной. Мы же знаем, что угол наклона касательный – это как раз и есть, ну, таблиц угол наклона касательный, да? Это и есть значение производной в точке. То есть можно считать просто определением, да? Производной. А как считать это уже там некоторые теории? Так вот. Пока что, ну, на самом деле, непонятно, как применить знания, даже если мы знаем, что в чем используется, знаем, что происходит, вообще все знаем о свете. Как вот это дело описать в правом? Прямо в виде формы этого движения. Оказывается, это все очень просто делается. Окружность. Вот, скажем, вот система координат, там, да, единичная окружность, допустим, и точка двигается по окружности. Равномерно, как она двигается, 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 да? У нее есть первая координата, есть вторая координата. Точка с координатами, там, не знаю, А, Б, тут у нас А, а тут у нас Б, да? Если здесь у нас была единичная окружность. Что такое Байбер? Крадинат синус-посинус-посинус-посинус. На самом деле, да, смотрите, можно понимать, что такое синус-посинус, вот каким, довольно естественным образом. Смотрите, ну, точка на окружности, она определяется, можно ее двумя способами определить. Либо смотреть на этот угол, либо смотреть на длину вот этой дуги, то есть, минимум, с беремочкой длины этой дуги. В этом случае это будет, ну, там, не знаю, угол там, ну, там, в радусах, например, дексип-радусах, да? А в этом случае это будет просто длина отреточек, ну, вот этой вот дуги, клевом отреточек. И смотрите, что мы сделаем. Мы берем, вот, эту самую координат, я просто в другом месте нарисую. Вот берем эту точку, вот эту вот, бурильную точку. Вот берем ее. Теперь берем числовую прямую. Тут у нас начало, вот, 0. Берем, хватает эту числовую прямую за 0. Отрываем от плоскости, аккуратненько так переносим. И приклеиваем к окружности вот так вот, в вертикальном образом. Приклеили? А теперь берем и эту прямую наматываем на окружности. Наматываем, наматываем, наматываем. Вот. И получается вот такая вот интересная штука, что, ну, понятно, что, скажем, вот в эту вот точку при наматывании, да, попадет, попадет бесконечная точка. Но все, которые отличаются на прямой, на сколько? На 2пи. На длину окружности. То есть, если у нас радио не единица, просто на вот это вот самое 2пи, да? То есть, на длину окружности с радио самодель. Ну, на самое 2пи. Так просто длина окружности с радио самодель. То есть, получается, вот такая штука. То есть, во-первых, мы наматали число напрямую на окружность, а во-вторых, после наматывания у каждой точки возникает две координаты. х-вы и у-вы, да, абсциссы и ординаты. Так вот, просто по определению. Первая координата называется осинусом вот этого угла, или и другие. А вторая синусом. Все. Можно, 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 просто по определению. И это согласуется с тем, что вот рассказывают про треугольник, да? Что вот здесь у нас получается гипотенуза вот этого прямоугольного треугольника, чему равна, если окружность треугольника один? Единица. Единица. Просто равен, да? Вот у нас катит один, катит другой, да? Синус из ноги отреугольника. Это отношение противолежащего катита к гипотенузе, то есть просто вот этого вертикального треугольника, то есть B. А косинус, это отношение прилежащего катита к той же самой гипотенузе, то есть просто вот длина вот, то есть A. Вот и все. То есть при наматывании прямой нагруженности мы смотрим на координаты точек получающихся. То есть вот здесь у нас какая-нибудь точка к эмиссии, чтобы это длина была, не знаю, FI. Длина FI. Мы смотрим, куда намоталась эта длина FI, да? Раз, 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 раз. Смотрим на абсцесс-роординаты, это есть косинус, все, косинус и синус. Кто знает, как записывается уравнение кружности? Х минус A квадрат FI равняется единице, да? Наши причинности. А раз A это косинус, а B это синус, получаем, что косинус квадрат ФI плюс синус квадрат ФI равняется единице. Это называется основным тригонометрическим должностям, что сумма квадратов от единице. Так вот, почему я все это, значит, сказал. Вот почему. Что если у нас точка двигается по окружности просто равномерно, или FI, неважно, равномерно, не равномерно, она двигается по окружности, да? Ее координаты, это просто-напросто косинус, ну вот FI скажем, да, синус квадратов. Это координаты пятой точки. То есть, зная значение вот этого FI, мы получаем точку на кружности. Так, ну хорошо, то есть, получается, что, как нам, все, вот так, эта пара косинус и синус, она описывает поведение точки при движении по окружности, да. Но у нас-то две окружности. У нас, значит, Земля ходит по своей орбите, а вокруг нее еще вертится Луна. То есть, на самом деле, помимо движения вот этой окружности, вот, это наша точка, да, как находится Земля, вокруг нашей точки, вокруг Земли, еще вот по окружности более малого радиуса, который вот такой, да, в 400 раз меньше, чем радиус Луна. Двигается, ну, ладно, да. Ну, а смотрите, а как нам записать, если эта точка, вот, посмотрим с Земли на движение Луны вокруг Земли. Это же то же самое поведение, правда же? Это тоже движение по окружности. Только радиус другой. Радиус в 400 раз меньше. То есть, тут вот, получается, относительно вот этой вот точки, да, вот этой вот точке АВ, которая здесь, где Земля находится, Луна, а где двигаться, то есть нужно вот к этой точке, к этой паре чисел, да, нужно вот к этой вот точке прибавить, вот эти вот два, да, то есть вот к этим словам нужно прибавить, к абстиссии ЭТ, нужно вот этот отрезочек прибавить, а вот к этому прибавить вот этот отрезочек 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 прибавить вот этот отрезок 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 Он описывает движение Земли по окружности, а второму был... Какая буква дружит с буквой Фи? Пси? Прекрасный вопрос. Давайте ее напишем. Это назвали, скажем, тоже косинус Пси, синус Пси. А как-нибудь связаны Фи и Пси? Что-нибудь про них можно сказать? То есть, что получается? В итоге, если мы сложим, то на радиус, то есть 1,04. Получается, вот какая штука. Значит, х равняется и у равняется. Иксовая координата Луны при движении руку Солнца, она описывается как косинус Фи плюс 1,04 косинус Пси. А или это как синус Фи плюс 1,04 косинус Пси. То есть два параметра. А как связаны Фи и Пси? Сложный вопрос, да? Как связаны Фи и Пси? Все уже устали, конечно же, да? Можно конкретно конкретно сказать? Поднимите руки, а те кто... Сейчас, вроде, худшую и не надо. Точно. То есть прерывать и делать это как не надо? Да. А? Ну, то есть что-то Фи и Пси вы помните, да? Все, все, хорошо, Василий. Хорошо. А как тогда связаны Фи и Пси? Значит, Фи у нас отвечает за движение Земли вокруг Солнца, а Пси за движение Луны вокруг Земли. Ну, Фи — это некто константа N, умноженная на угол. На один угол. На один угол. Ну, да. То есть Фи у нас бегает просто. Это параметры, которые описывают положение на окружности. Да. Ну, не знаю. Как они к чему-нибудь связаны? То есть, смотрите, мы знаем, что полуна с одной скоростью крутится вокруг Земли, а Земля со своей скоростью крутится вокруг Солнца. Да? То есть, смотрите, вот если мы рассмотрим некое удобное для нас изначальное положение, когда, хотя здесь нарисую заново, когда вот в этой системе координат Земля вот тут находится, это Земля, а Луна тоже. Луна вот тут находится. Вот они все здесь. Да? Как раз мы наблюдаем лунное затмение. Да? Вот здесь Земля, здесь Луна. Тогда вот у этой точки, у Земли, какие будут косинусы и синусы? Косинус единица, синус ноль. Да. Это же точка, значит, у нас здесь везде по единичке, да? Это будет один и ноль, да? Это у Земли, значит, тут будет один и тут ноль. А у Луны, относительно Земли, в этом положении что будет? Тоже один и ноль. Тоже один и ноль, конечно же. То есть, вот в этой системе координат, вот здесь вот прилетли ноль, да? Вот тоже будет здесь один и ноль. И мы начинаем движение. Начинаем движение. Эта точка вот сюда движется, это вот сюда вращается. За какое время вот эта вот точка Луна делает полный оборот? Ну, 28 дней. За 28 дней, да? Значит, что же получается? От года это сколько? То есть, да, да. А Земля делает полный оборот вокруг Солнца? За год, да? Да. То есть, смотрите. Значит, за один полный оборот Земли Луна сколько-то раз успевает обратиться вокруг... Сейчас. За один полный оборот Земли вокруг Солнца, да? То есть, за год, Луна успевает несколько раз обернуться вокруг Земли. Сколько раз? За год. За год. Чуть больше 12. Ну да, давайте даже для простоты пусть будет 12, да? Давайте чуть больше, потому что уже нужно количество недель поделить на 4 примерно, да? Ну вот так, плюс-минус, значит, это не очень важно. Главное, в принципе, я сейчас написал. Итак, смотрите. Значит, когда параметр ФИ, то есть длина вот... Вот параметр, который... То есть это длина... Когда эта точка Земля совершает полный оборот, вот эта вот точка, она совершает 12 оборотов, да? Поэтому... Как связаны ФИ? Отсюда сразу можно догадаться. Можно угадать. ФИ равняется 12 ФИ. Ну, правильно. Конечно. Конечно. Просто 12, да? Поэтому здесь вот так вот заменяем наши ПСИ просто на 12 ФИ. И все. Чем прекрасна эта замена? Тем, что у нас остается ровно один параметр. И это здорово, потому что, на самом деле, да, у нас все определяется, на самом деле, вот, если мы с этого момента стартовали, дальше все определяется после момента времени. Если ФИ как раз отвечает за время, да, то все, у нас получается, по этому ФИ мы знаем точное положение Луны относительно Солнца. Вот. Ну и смотрите, значит, вопрос был в том, почему же, получается, действительно, В была вода. Вы знаете, это у нас равняется, скажем, там, Ф от ФИ, а это равняется Ж от ФИ. Какие две функции? Сумма космусов и сумма синусов с коэффициентами. Как мы знаем, да, вот у нас какая-то прямая образовалась. Если мы умеем находить касательную точку, как поведение касательной связано с выпуклостью? Ну, смотрите, это одна, где у нас нет выпуклости, а вот вот другая выпуклость есть. Вот у нас раз касательная здесь, да, а вот раз касательная здесь, где есть. То есть, знаете, это касательная с лучевой выпуклости, да, она будет все время, все время, все время, все время, все время, если мы эту точку будем двигать, она будет наклоняться, 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 наклоняться. А тут будет другой поведение. Какой? Вот здесь. Случайной выпуклости. Можно понять? Уменьшиваться. То есть сначала она доходит вот до этой точки, где такой сло получается, да, немножко, раз, она вот до сюда доходит вот до этого положения. Доходит до этого положения вот до этого. То есть до сих пор она влево наклонялась, 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 а потом она вынуждена обратно идти. Правда же? Увеличиваться. Увеличиваться. Да, то есть угол наклонный – это прямой. Здесь он, ну вот, если вот смотрите на этот угол, да, здесь он увеличивается, 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 увеличивается. А тут он должен обратно уменьшаться, да, положение вперед, да, здесь уже он будет меньше, да, чем он. А в случае другого гостя этот угол будет только расти. Вот за этим и нужно следить. То есть нужно следить за монотонностью производной. То есть если вот этот угол, который дан у нас, который есть в производной, если при движении точки, боя и кривой, если этот угол, он монотонно растет, все, кривая будет в угол. Если он в какой-то момент обратно пошел, то куда же точка изгибка в обратную сторону? Ну, в момент, когда кривая начинает изгибаться в обратную сторону. Это, на самом деле, связано еще со вторым производом, но этого вы можете сейчас не знать. Это не обязательно. Нам главное сейчас, что мы в каком-то приближении понимаем, что такое производное, по крайней мере, геометрический, да, это просто угол на монокасатель. И мы вот сейчас увидели из этой картинки, да, что выкуплость, она соответствует вот такому монотонному, как угол на монокасатель, то есть производному. Ну, если бы у нас все задавалось просто у равняется, например, функции от х, ну, мы взяли бы производную, да? А как вот в такой ситуации? Это называется параметрическое задание кривой, у нас параметр фи, да? То есть для каждого значения фи получается точка на плоскости, да? А нам нужно взять производную у, по х, ну, и... Давайте вспомним, что ж такое у нас получается приращение, значит, у вас как обозначались? Буквы D были? Д, Y, D, X, вот эти все. Ты знаешь, они все. Честно, не старую производную знают, скорее всего. Все в порядке, не бойтесь. А производную, в смысле, в случае практического? Чему равна производной космус народу? Синус синус. Производная... А, имущество синус. Молодцы, ну, так вот честно. Нет, если честно, мы в действительности разбирали движение по окружности, производной синус-хосмус, то мы часто считали. Прекрасно. Просто здесь не может быть сложной ситуации, что у нас праведоречка задавила, да? Нет, значит, ребят, на самом деле, надо просто вспомнить. Проблема вся в том, что они там в той или шестой класс, в той седьмой, вот, только два двадцатоклассника. И вот, поэтому они просто эти формулы еще не выучили для людей. Надо же ко всему привыкать. Смотрите, я вот сейчас вот такой вот финт ушами сделаю, смотрите. Вот тут вот приращение по у делилось на приращение по иксу. Можно так воспринимать, да? Если более-менее образом говорить, что у вас тут довольно близко к тому, что происходит. А вот я возьму здесь и каждый из этих из числителей и знаменателей еще поделю на приращение на по-фи. Вроде бы то же самое. А получилось, что вот производная игрека по иксу – это отношение производной игрека по фи к производной икса по фи. Вроде бы фокус. Его можно аккуратно это все строго обосновать, но вот вроде как все сокращается. Как это называется? Такой формализм. Вот такой вот. Он дает, естественно, нечто похожее на то, что происходит в действительности. Так вот, если у вас скрывается, дается не явным образом. у равняется к этой функции от икс, а вот таким более хитрым параметрическим образом. То есть, просто для каждого значения параметра фи у нас дается точка с карганатами вот такими. f от фи и ж от фи. Получается просто. Это что такое? Икс – это f от фи, и икс – это ж от фи. То есть, нужно взять производную ж на производную f. Ну, а взять производную от кс плюс кс – это же мы умеем делать. Правда же? Действительно, в шестом классе производная от кс и кс – это легко. Ребята, разумеется, то, что вы сейчас говорите, это абсолютно неправда. Производная сложная функция оказывается совсем на другом. И, разумеется, это самое приказательство, вы достаточно скоро узнаете. Вот то, что вам показывают – это, как сказать, фокус для физики, да? То есть, вы видите на мехматов в стадии приказательства, получите свою эволюцию. Да, да, да. Я абсолютно согласен. Я поэтому и предварил свои слова тем, что… Но, тем не менее, это правда. Да. То есть, ответ все равно правильный. Что некоторая вот такая вот… Вот такая игра этими символами без понимания того, что происходит, да? Разумеется, иногда это может давать совершенно неверный результат. Но здесь вот так оказывается, да, что вот такой вот просто формальный подход, что мы поделим на вот эту штуку и понимаем, что это такое, да? Это… Она же сокращается, да? Ну и получается, вроде как, правда. На самом деле, разумеется, это все нужно доказывать аккуратно. Не так, да, это верно. Но вот, мне главное, чтобы вы, в какой-то мере, поверили в то, что это правдоподобно. Вот. То есть, чтобы у вас возникло некоторое ощущение естественности, что вот, как это вот все происходит. Почему действительно? Можно просто… Для того, чтобы найти производную… Вот… И… 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 Косинус. 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 Да? Плюс, ну, четырехсотых косинус. Двенадцати косинус. Двенадцать четырехсотых. Плюс двенадцать четырехсотых. То есть, ребят, мы действительно с вами обязательно разберем саму теорему образованной словной функции. Просто сейчас не стоит отмекаться. Минус синус. Минус синус. Фи. Минус, да? Двенадцать четырехсотых. Синус. Двенадцати фи. Так? Ну, и че? Как понять, что функция она опять произойдет? А надо ли это? Надо понять. Надо? Прям надо. Иначе никак. Это явное значение данного луноглона касательного в точке. Соответствующий тип. Да? Вот у нас Луна где-то оказалась на траектории. И данный слоноглона касательный равен точностью этому выражению. А нам нужно, чтобы эта штука, этот данный слоноглона, чтобы он рос и упал монотонно. Чтобы он вел себя монотонно. Вот. Для этого, чтобы понять, что функция монотонно, можно, например, взять производную. Тут, на самом деле, важно найти учитель 12400. Это важно. Ну, то есть... Важно, что 4400 действительно больше, чем 12400? Да? Да. Да. Если здесь, мы берем производные будут синусы, умножаем на это, это будет хорошее выражение. Наоборот, от этого, вот, поиск, умножаем, это тоже будет нечто хорошее. Да. И там все хорошо получается. Хорошо. От вас сейчас потребуется звание следующей формы. Если есть какая-то функция, неважно какая-то, деленная на какую-то умную функцию, неважно какую-то, то, если вас интересует, говорить модно, то это есть любимая формула. Ну, почему она верна, не хочу еще раз говорить, но, в общем, на самом деле, это очень легко понять, и мы с вами обязательно это вскоре поймем. Так. Почему здесь создать приятно? Потому что, на самом деле, знаменательность не волнует. Если мы с вами хотим доказать, что это что-то положительное, то на знаменательность можно вообще внимания не обращать. Согласны? Согласны? Дальше. Давайте смотрим, что такое у нас этой самой f и g. Ну, понятно, лучше на 400 умножить числитель и знаменатель. Даже, наверное, лучше не на 400, а на 100. Тогда будет такая штука. f от x это что такое? не лагеря. это 100 укусинусов. Правда? Это 100 укусинусов. Это 100 укусинусов. Хорошо, ладно, здесь будет вфин. В общем, говорят, там где x здесь будет вфин. Это 100 укусинусов плюс три15ineews. Извините, это не те самые f и g, которые здесь написаны, это произвольные f и g. Да. Теперь, что такое здесь? А, чтобы не мучиться с минусами, давайте сделать так. Будем доказывать, что это меньшинка. А здесь напишем 100 sin плюс 3 sin 12. Отлично. Теперь осталось недолго, на самом деле. Производную f' вы, в общем, уже сегодня понимаете, чему равна. Производная... Вот, когда я здесь от x написал, лучше, чтобы везде написать от φ. Уж-у-жу. Итак, что такое f'? Это есть минус 100 sin плюс... Нет, потому что минус... Минус 36 sin. Отлично. 6 трих от φ. Это... Уже с плюсом. Угу. Это 100. Арсений Стивич, производная минус синуса φ, это минус косинус. Верк, да. Нет, я бы себе наступлял, по-прежнему. Чтобы уложить минус 10. Чтобы уложить минус 100. Чтобы уложить минус 100. 100 косинусов плюс 36 косинусов. Так, ребята. Теперь нужно сделать следующее. Нужно умножить вот это на это, и после этого вычислить произведение этого и этого. Они очень похожи. Они очень похожи. И заметьте, пожалуйста, здесь везде у нас с вами стоят вот здесь минусы, а во всех остальных местах стоят что? Плюсы. Поэтому, когда мы будем вычитать, то на самом деле, что называется, о знаках можно не беспокоиться. Есть один большой минус. И после этого пойдет много-много-много всего. Поехали. 100. Чего 100? Ой, наоборот. Нет, не наоборот. Ну ладно. 100 косинус квадрата. Поехали. 100 косинус квадрата. 100 косинус квадрата. 10 тысяч. А что у вас 100 косинус квадрата? 10 тысяч квадрата. Замечательно. Так, что еще бывает? Бывает еще вот это. Как интересно. 100 в квадрате синус. Как интересно. 100 в квадрате синус в квадрате. Так, давайте, чтобы я не спутался. Вот я так нарисую, да? Вот такая штучка у нас была. Теперь еще. Бывает ли? Еще квадрата. У нас 76. Да, 10. Здесь бывает 3 умножить на 36. Это прекрасное число 108. Да, да. Так. 108 это 1 в первой степени, может, в второй степени, может, 3 в третьей степени. Так. 8 в квадрате и то же самое. 108 в синус в квадрате. Так. Так. Господа. Ну, здесь же беспадрате, да? Здесь же просто 108. Это вот так бывает. Теперь. Бывает ли у нас, чтобы умножалось, вот здесь я беру косинус фи и косинус фи, я уже взял. А теперь косинус фи и косинус 12 фи. И аналогичная вещь. Это вот здесь вот синус фи и здесь синус 12 фи. Ну, бывает. Так. С коэффициентом 3600. Хорошо. 3600 косинус фи и косинус 12 фи. И 3600 синус фи и синус 12 фи. Так. Бывает или не бывает? Да. Так. Бывает. Заметьте, у нас всего должно быть 4 отсюда слагаемых 4 отсюда. Всего 8. Сколько я уже написал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, реально я забыл всего лишь 2. Вопрос. Что это такое? 3 синус 12 фи минус 100 синус фи. Вот это с этим мы перемножили, а потом с этим не перемножили. Оно такое же. Косинус фи, косинус 12 фи. Не, не беднее. Это 300. Нет. Может и такое же. Но там будет косинус 600. Там будет 3600. Там будет 3600. 600 плюс. Отлично. Напишем 3600. Напишем 3900. И тогда, смотри, что все. Надо доказать, что это меньше 0. Так. Ну отлично. Значит 100 в квадрате это 10000. Получится 10108. Это хорошее число. Так. Плюс. На самом деле это мелочи. Так. Плюс 3900. А вот это что такое? Косимус 11 фи. Косимус 11 фи. Косимус 11 фи. Вот. Надо доказать, что это больше 0. Ну больше 0. Потому что число 10100. Очень большое. Есть пример георической монотонной функции. Это пример Даннесса. Да. И в каком же месте, на самом деле, у нас происходит? А там, где вот касательно вертикальной, она была вот так вот так вот, а потом вот так вот. 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 Мы с вами придумали монотонную, все время возрастающую функцию, хуже того, без настоящей природы. Монотонная возрастающая функция реальная, которая вот есть в основном. Ну, на самом деле, если просто мы двигаемся по окружности, вот у нас точка с кабинетами косинус фи, синус фи, то как раз синус фи делить на косинус фи, это вот оно есть. Тот самый танкос. Тот самый маленький зеленый танкос. Вот. Маленький зеленый танкос. И что это такое? Это же отношение. Если мы посмотрим, какой геометрический смысл у этого самого танкоса. Вот если это косинус, это синус. Что это такое? Отношение синуса к косинусу. Да. Но вот как это геометрически понять? Вот. Если обратить на эту картину, может быть, что не достроит, там не знаю. Отношение против женщины, оказывается, привязанное отношение. К катится одного к другому, да. Но там это сложно. То есть, получается, этого отрезка вот к этому отрезку, да. То есть, одному синему отрезку вот к другому синему отрезку. А действительно, если... Да. Отношение этого к этому. Но если бы вот эта штука была всегда на этаже, вот мир единицы, все. Была бы хорошая препятствия. Давайте это и сделаем. Давайте вот этот вот треугольник заменим. Вот. Проведем вертикальную ось вот этой точки и продолжим просто вот так. до вот такого красного треугольника, да. И в красном треугольнике получается этот же самый уголок. Равен длине этой вот. Югла тангенса. Да. Тангенса этого уголочка равен этой длине делить на единицу. Получается, что... Смотрите, у тангенса есть очень приятный генетический смысл. Если мы проведем касательную окружность вот в этой точке, вертикальной, разумеется, она получится, то тогда берем наш уголок, проводим этот луч до пересечения этой самой вертикальной касательной, и длина этого отрезка, точность длина этого отрезка будет тангенса. А как себя ведет длина этого отрезка, если точка бегает по окружности? Точка вот сюда вот доходит, да? И длина отрезка устремляется к бесконечности. Перепрыгивает сюда, опа, она уже здесь, да? Она будет уже отрицательной, да? Вот. Ну и получается, все как раз в точке с тем, что мы, если мы знаем, что мы привыкли про тангенса. Вот такая уж точка получается, да? То есть видите, во всех тех моментах, где можно говорить о росте функций, то есть там, где у нас нет тех разрывов в России, да? В любой точке. Функция действительно растет. Вот. А там, где происходит разрыв, ну все, извините, там не о чем говорить. Но если она локально растает, то есть одни вот точки, где она просто неопределена? Вот. Ну, для тех, кто не знал, что как производная, я надеюсь, что хотя бы просимус косинус, стало понятно, что это такое вот. В чем их суть? То есть мы наладим на окружность и берем просто соординаты. А кто знает, что как производная, я думаю, что это все могли вполне понять.